Друзья, всем привет! Вас приветствует Рак Евгений и его жена Рачиха Алла. И Раким и не по знаку зодиака, а по нашему цвету кожи. Мы просто сегодня вернулись с морской прогулки, весь день загорали на третьем ярусе яхты. Нам было так классно, а когда приехали в номер, как видите, мы поменяли цвет. Правда, сейчас уже вечер. Ну, по виду-то ночь, но сейчас вечер. И, возможно, камера так не передает цвет нашей кожи, но поверьте, мы красные. Я думаю, под цветом лампочки вам будет видно. Итак, у нас сегодня намечена вылазка в район Наама-бэй. У нас там назначена встреча. Те, кто уже успел посмотреть выпуск с покатушек на мотосафари, думаю, заметили, что с нами была еще одна пара, Олеги и Валентина. Они так же, как и мы, тревел-блогеры. Поэтому у нас сегодня такая сходка блогеров. Посидим, пообщаемся, закажем креветок. А сейчас нам осталось только поймать такси. Смотрите, по расстоянию от нашего отеля Queen Charm до Наама-бэй. Больше трех баксов не платите. Потому что мы в прошлый раз катались, нам таксист сначала сказал, с вас 10 баксов за это дело. Мы сторговались за 5, и то поняли, что нас надули. Хотя назад мы вернулись за 3 бакса. Так что больше трех не платите. Ну и думаю, вы догадались, что мы сейчас отдыхаем в Египте, город Шарм-эль-Шейх. Так что поехали в Наама-бэй. За двоих? За двоих 3 бакса. Да. 3 доллара, да. Нет. Видите, 3 бакса, все решено. 3 доллара, да? 3 доллара, за двоих, да. Как видите, главное дело торговаться. Не нужно спрашивать, сколько стоит поездка. Сами примерно прикидаете и предлагаете. Мы вот тоже, я думаю, вы слышали. Если не слышали, получается, Алла предлагает 3 доллара. Он сначала типа, давай 4. Алла, нет, 3, и все. И тогда вы садитесь в машину. Потому что, если вы, например, скажете, нет, спасибо, мне не нужна эта поездка, и пойдете дальше, все равно согласятся. Потому что клиентов надо набирать. Поэтому всегда в Египте торгуйтесь. Кстати, когда мы познакомились с Олегом Валентиной, оказалось, что мы из одного города, с Киева, живем в одном районе, и по факту оказалось, что вообще чуть ли не на соседних улицах. Вернее, мы когда-то жили на перпендикулярной улице, там, где они живут. Так что вот такие вот встречи. Где еще встретиться, как не в Шарме? Где? В Киеве? Нет, это скучно. Быстренько добрались. Вот точка с таксистами. Это уже начало на Амабей. Здесь у нас встреча возле этих ваз. Так, а пока мы ждем наших новых друзей. Смотрите, такая длинная улица. Слева магазинчики. По правую сторону. Это там в основном кафешечки. Кафешечки с зазывалами. Будут вас там всякими методами зазывать. Говорит, что дешевая креветка, бесплатный кальян, либо платный кальян, доллар три. И так на каждом углу. Ну и в принципе она так довольно далеко тянется. На левую сторону там еще есть рыночек. Короче, где затарится здесь есть. Также здесь есть точка дьюти-фри. Если вы, например, прилетели, потом осознали, что захотели какой-то, например, алкоголь купить. Но где его взять? В непьющей стране. Поэтому здесь вроде бы первые два дня еще можно купить алкоголь в дьюти-фри. Но нужен паспорт с собой обязательно. Итак, планета Земля. Это очень тесное место. Мы буквально ждали одних друзей, встретили других знакомых. Тоже из Киева. Тоже на Наама-бэй. И тоже здесь отдыхают. Одновременно с нами. Вот такая вот круглая земля. Хотя знаете, может я просто заблудился, и это новый район Киева. Наама-бэй. А? А? Ну правда. Где бы еще встречать знакомых, как не в Киеве, а здесь в Шарме? Привет. Знакомьтесь, Олег, Валентина. Просто зрители еще не знакомы? Привет. Мы-то знакомы. Привет, друзья. А теперь канал называется? Отдых до суток путешествия. Ссылка в описании, так что знакомьтесь. Сегодня будет три коляна подарок? Шучу. Два коляна и чай подарок. Можно по каждому коляна подарок? Не, 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 не. Мы что, как вам ходим? Ёли-пай. Два кальяна и... Кстати, привет. Нормально. Вот проголодались к вам. Давай, к ресторану. Все, заходим. Смотрите, здесь мы уже были. Как видите, нас узнали. Называется Флока-ресторан. Здесь можно отведать морепродуктов. Возможно, даже вот эти можно выбрать, которые на льду лежат. Ну, а так, таких заведений здесь много. Ну, мы ближайшие почти. Вот там у нас была встреча. Там мы встретились. Ну, и по факту, если идти сюда, то по правую сторону получается второе. Так. Мы даже сядем за тот же столик, где уже сидели и на те же места пригретые. По портю креветки. Да, отдельно. Нагрели чесноком, как всегда? Как последние 10 лет нам делают. И может, сразу водичку, чтобы была? Чтобы была вкусная. Так. Все отлично. Мы верим. Так, местный кот уже здесь. Он любитель креветок тоже. Мы едим креветки, а он у головы креветок. Ну, не стесняйся. Ну, нормально. Так, Олег и Валя немного отлучились. Дело в том, что они увидели мой цвет кожи. Я думаю, вы тоже видите сейчас под цветом ламп. Короче, посоветовали местное лекарство коломил. Или как? Сейчас мы точно уточним. Точно уточним. Я лучший тавтологист. Коломил. Или коломел. Ну, что-то такое. Вроде бы, очень хорошо помогает при таких ожогах, укусах комаров. Они сказали, здесь рядом где-то аптека, поэтому мы ожидаем заказ. Кстати, видите, из-за того, что кафешек здесь много, поэтому все забить клиентами не удается, видимо. и сейчас, кроме нас, вот наша компания сидит и там еще две пары и все. В этом заведении, кстати, акция. Ну, нас, правда, здесь уже узнают, а так, когда зазывают впервые, получается килограмм креветок, 10 баксов и в подарок кальян. Так что, знаете, как называется кафе, назвал, забыл, флока или как? Если что, говорите, у вас тут есть акция 10 баксов, кило креветок и кальян. Кстати, кальян неплохой. Да, кальян, кстати, неплохой и даже, когда он, так сказать, заканчивается, то есть, вам без проблем заменят угли и не попросят доп денег. То есть, мы в прошлый раз сидели два часа, ну, часа два, наверное, да, и нам кальяны раза два перезабивали, да? Раза два или три перезабивали, либо меняли уголь и это все входило в бонус, приз. Так что, в принципе, нормальное заведение. можно ходить отдыхать. Намажешь, наверное, утром смыть надо, потому что оно такое берется, типа, розовое дайвнонкое немножко, но очень помогает. Президентное. Если комары кусили, мухи там какие-то, это все действительно... Вообще, ожог какой-то кожи, там, не дай бог, знаешь, всякое бывает. А ну, спасибо. А, коломил. Давайте за встречу. За встречу. Да. Это кола, если что. Контент. Берите, лайфхак, свечка с луковицей. Свечка с ароматом муха. Кстати, против коронавируса работает. Вот такие здесь порции креветок. Одна порция 10 баксов. Еще будет кальян. Ждем его. Два кальяна. Два кальяна. А вот и кальяны прибыли. Ага, спасибо. Пробуем. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Неплохо, но, по-моему, крем. Ой. Так, смотрите, креветки нас ждут, а еще креветки ждет вот этот пацан или девочка. Ну, ну. Все, закончились наши посиделки. Мы отлично провели время, пообщались, накушались, покурили кальян. Теперь осталось только добраться в наш отель. Итого, с Олегом и Валей мы увидимся уже в Киеве, а с вами в следующем выпуске. Так что, до скорых встреч. всем пока. 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 Субтитры Субтитры подогнал «Симон»